Пчелы одни из самых трудолюбивых существ на планете. Эти насекомые опыляют растения и дают нам мед, а продукты пчеловодства применяются в медицине кулинарии, косметологии и других отраслях. В этом выпуске мы узнаем много интересных фактов о пчелах и убедимся насколько уникальны эти создания. Пчелы дают людям очень ценные продукты – мед, воск, прополис, маточное молочко, пчелиный яд. В Японии даже едят самих пчел. Этих насекомых высоко почитали в Древнем Египте, за 5000 лет до н.э. Некоторые исследователи считают египтян первыми пчеловодами. В Осирии, Древней Греции и Египте пчелиный мед применяли для бальзамирования трупов. Известен исторический факт, когда пчел использовали как оружие. Солдаты Ричарда Львиное сердце забрасывали осаждаемые крепости сосудами с пчелиными раями. Считается, что предками пчел были хищные осы. Пчелы – очень древнее создание. В Мьянме обнаружили кусок янтаря с застывшей в нем пчелой, которой около 100 миллионов лет. Насекомое имеет признаки осы. Видов пчел более 21 тысячи. Их можно встретить по всей Земле, кроме разве что холодных континентов, таких как Антарктида. Самой опасной среди всех пчел планеты считается медоносная пчела Апис молифероскателата, произошедшая от африканского подвида. Эта пчела не только нападает, если ее спровоцировать, но и упорно преследует обидчика. Размер обычных пчел составляет примерно 15 миллиметров, в то время как карликовая пчела Падита минима вырастает всего до 2 миллиметров. Самые крупные пчелы – это разновидность могочилы Плутоу антофила. Ее размер 4 сантиметра, а размах крыльев около 6 сантиметров. Пчела относится к категории членистоногих животных. Ее тело состоит из трех основных частей – головы, грудной части и брюшка. Тело пчелы покрыто волосками. Они предохраняют насекомое от действия грязи, а также служат для получения чувствительности. Волоски у пчелы – это естественный орган осязания. Излюбленное лакомство пчел – это нектар, пыльца и готовый мед. Пчела способна легко отыскать источник нектара по запаху. При обнаружении источника нектара, с целью привлечения внимания собратьев, пчела начинает выполнять особый танец. Нектар возможно высосать только с помощью хоботка, который у пчел идеально приспособлен для этих целей. Органы обоняния пчелы сосредоточены в основном на усиках. Благодаря хорошо развитому обонянию, мохнатые труженики обнаруживают взрывчатые вещества лучше собак. Пчелы могут воровать запасы еды из других улив. Чужеродная особь без труда определяется по запаху. У пчел достаточно много естественных врагов. Среди них есть как паразиты, восковые моли, клещи, так и хищники, например, осы, шершни, мыши и жабы. Из птиц поедают пчел, в частности, синицы, сорокопуты. У пчел пять глаз. Два из них называются сложными и состоят из множества ячеек, так называемых фасеток. Предполагается, что сложными глазами пчела видят изображение предмета в виде мозаики. Остальные три глаза простые. Считается, что пчелы используют их для работы в темноте в улье, а также для изучения предметов вблизи. Пчелы различают поляризацию света. Они пользуются этой своей способностью для ориентировки в тех случаях, когда солнце закрыто облаками. Поляризованный свет часто встречается в природе, и насекомым дано увидеть в окружающем мире нечто такое, что человеческому глазу совершенно недоступно. У пчел хорошо развито цветовое зрение. Они различают следующие цвета – синий, желтый, оранжевый, зеленый, белый, но не различают красный цвет. Пчела может лететь со скоростью 60 км в час, делая при этом около 400 взмахов крыла в секунду. Считается, что такие быстрые взмахи крыльев создают колебания ветра, которые люди слышат как жужжание. Инструментом защиты у пчел служит жало. Однако насекомое может погибнуть, если ужалит человека. Дело в том, что жало у пчелы сделано не просто заостренным, оно с очень мелкими шипами, которые можно рассмотреть только через микроскоп. Если пчела жалит, например, насекомое, она легко вытаскивает жало из хитина, оставаясь в живых. Но когда пчела жалит человека, то ее жало очень прочно застревает в эластичной коже и отрывается вместе с частью пчелиного брюшка, когда пчела пытается улететь. Получив такое серьезное ранение, насекомое умирает за считанные секунды. Для человека среднего веса считается, что смертельная доза пчелиного яда составляет 0,2 грамма, что соответствует укусам, примерно от 250 до 500 пчел. Впрочем, человек с аллергией на пчелиный яд может умереть и от единственного укуса. Пчелиные соты являются по праву чудом природы. Это восковые постройки пчел, состоящие из упорядоченных ячеек, имеющих шестигранную форму. Соты служат вместилищем для яиц, личинок и пищевых запасов, а также местом пребывания для взрослых насекомых. В зависимости от времени года, количество пчел в улье составляет от 20 до 80 тысяч. Очень сильные пчелиные семьи, во время основного медосбора, могут показать результат в 100 тысяч пчел. Зимой пчелы не спят, они собираются в плотный клубок и согревают друг друга теплом. Пчелиная семья состоит из трутней, рабочих пчел и одной матки. Перечисленные особи пчелиной семьи имеют свои особенности строения. У них отличается форма головы, строение глаз и некоторые части тела. Каждая особь имеет свой статус и выполняет определенную роль. Центральной фигурой пчелиной семьи является матка. Именно она отвечает за продолжительность рода. Вес матки колеблется от 150 до 300 миллиграммов. За сутки пчелиная матка может отложить около 2000 яиц. Самцов пчел называют трутнями. Они на 20-30% крупнее рабочей пчелы и не имеют жала, поэтому их можно смело брать в руки. У маток и трутней восковых желез нет, и воска они не выделяют. Главное предназначение трутней осеменения матки – спаривание происходит в полете. Рой трутней вылетает за самкой из улья, и она подпускает к спариванию нескольких из них. В момент совокупления самец лишается детородного органа, вместе с частью собственного брюшка и умирает. Незавидна судьба и тех трутней, которым не удалось поучаствовать в спаривании. Ближе к осени большинство пчелиных семей изгоняют трутней, и те умирают. Особенности поведения обусловлены тем, что трутни поедают больше корма, чем рабочие особи, которые, как известно, их и кормят. Рабочие пчелы составляют подавляющее большинство в пчелиной семье. Это особи женского пола с недоразвитыми половыми органами. В пчелиной семье они самые маленькие, их длина составляет всего 13 мм, а вес – 100 мг. Летом рабочая пчела живет примерно от 30 до 40 дней, в то время как средняя продолжительность жизни пчелы матки достигает 5 лет. Рабочие пчелы выполняют разнообразные и сложные функции по уходу за потомством, сбору переработки нектара и пыльцы. Кроме того, рабочие пчелы выделяют воск и строят соты, защищают гнездо от врагов, управляют процессами жизнедеятельности семьи. Регулируют микроклимат в гнезде, носят в улей воду, изгоняют трутней, чистят гнездо, заделывают щели в улье прополисом. За день пчела может совершить 10 вылетов и облететь при этом примерно 7 тысяч цветков. Каждый раз насекомое находит дорогу домой. Во время долгого полета пчела может съесть часть собранного нектара. Для того, чтобы собрать нектар для выработки 1 кг меда, пчелы посещают около 10 млн цветов. Они иногда делают перерыв на дневной сон и отдыхают, держась лапками друг за друга, чтобы не выпасть из цветка. За весь медоносный сезон опытные пчеловоды собирают с улье около 70 кг меда. Максимально зафиксированный рекорд медосбора – 420 кг. Вот такие удивительные и полезные насекомые обитают рядом с нами. Они прекрасно организованы, к тому же производят потрясающе вкусные и полезные продукты. На этом у меня все. Если тебе понравилось, ставь лайк и подпишись на канал. Еще увидимся.